Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы хотим вас познакомить с замечательным рецептом приготовления свиной вырезки свиного балыка или свиного беточка. Метод приготовления варенокопченый. Почему мы делаем варенокопченый? Ну, во-первых, потому что сейчас холодно и делать горячего копчения достаточно энергозатратно, то есть надо греть коптильню, коптильня у нас на улице, вот, греть ее до 80 градусов в течение 5-6 часов достаточно проблематично и дорого по электроэнергии получается. Но это не самое важное. Варенокопченое мясо, ну в данном случае варенокопченый балык или варенокопченый беток, получается значительно нежнее и такой более тонкий у него вкус, чем просто горячего копчения. Поэтому решили вот приготовить, друзья, мы уже пробовали делать такое мясо, очень классный рецепт, очень вкусно, ну вообще замечательно. Оно получается очень нежное, диетическое такое, я бы даже сказал. И первое, что нам надо сделать перед копчением, естественно, нам надо мясо подготовить, засолить его. Солить мы его, опять же таки, для того, чтобы оно было не сухое, для того, чтобы оно было сочное, чтобы оно не потеряло вот внутренние соки, солить мы его будем не сухим методом засолки, а мокрым методом засолки. И первое, что нам надо сделать, это приготовить рассол. Для рассола, то есть 1 килограмм мяса, соответственно, мы готовим литр рассола. Для рассола мы берем 50 грамм нитритной соли, 50 грамм поваренной соли, 10 грамм сахара, 3 кусочка лаврового листа и чайная ложка перца горошка. Вот такие вот ингредиенты. И сейчас Лариса поставит кипятиться в воду, поставим, скипятим 1 литр воды, приготовим рассол и замаринуем наше мясо, засолим его. Ну, вот, собственно говоря, Лариса ставит. Попетили мы литр водички, добавляем сюда соль, соль поваренную, соль нитритную, сахар, лавровый листик, ой, перчик в смысле, и лавровый листик. Все это, друзья, хорошенько перемешиваем и остужаем. Так как сейчас холодно, я остужу на улице, ну, до комнатной температуры, там, до 12, до 15 градусов, ниже даже комнатной, так, чтобы оно прохладное было. Нам же надо, чтобы наш продукт здесь не сварился. Вот, хорошенько все перемешали, растворили и ждем, пока рассольчик остынет, будем мариновать наш мяско. Рассол охладился до нужной температуры и наш чудесный биточек будем засаливать. Помещаем его в контейнер, в котором мы сможем поставить ее в холодильник. Лариса почему-то говорит, что пластиковый контейнер не очень хорошо, лучше или стеклянный, или металлический. Ну, обычную можно кастрюльку использовать. Заливаем рассолом. И отправляем на 5-6 дней на засолку. Засаливаться у нас будет в холодильнике. Каждый день наш бекончик достаем из холодильника, переворачиваем рассоли и обминаем, для того, чтобы он равномерно просолился. После этого, так как у нас мясо варено-копченое будет, и в частности наш балык будет варено-копченый, мы приступим вначале к варке, потом к копчению. Я расскажу про температурные режимы, как правильно мясо сварить, и при какой температуре, и сколько его закоптить. Естественно, после этого попробуем получившийся результат, разрежем, посмотрим разрез. Ну, в общем, продегустируем то, что у нас получилось, друзья. До встречи через 5 дней. Итак, друзья, наш балык, будущий варено-копченый, 5 дней провел в рассоле. Какая красота получилась. Пахнет вообще божественно. Нежнючий будет. И нам надо его сейчас немножко подготовить. В первую очередь попросим Ларис обмоть, пожалуйста, его от рассола. В первую очередь, друзья, обмоем от рассола, для того, чтобы он был равномерно просоленный, чтобы не был снаружи более соленый, чем внутри. Смоем быстренько рассольчик. Лариса обмыла. Теперь, друзья, промокнем его полотенцем, чтобы немножко подсушить. Полотенец на этот биток не напасешься. И обвяжем его, чтобы придать ему форму. И потом, чтобы при варении его не скрутило, и при копчении было удобно повесить. Вначале вот так вот завяжем простой узелочек. И теперь обвяжем следующим образом. Оставляем петельку. Надо крепко убрать петельку. Такой нежный после засолки получился. Вот так вот. И вот так вот здесь связываем. И сделаем. Надо было тут как-то петелек неравномерно. Сейчас их расправлю, чтобы все было равномерно. Вот как-то так. Вот как-то так. И теперь, друзья, надо, чтобы наш биток немножко обветрился и обсох. Поэтому вешаем его при комнатной температуре, при температуре 20 градусов. Просто подвешиваем его на сутки обсушиться. То есть не в теплом месте, не в прохладном месте. А вот где-то 20, 22, 18 градусов. Какая у вас в комнате температура. То есть не над плитой, допустим. Просто вешаем обсушиться на сутки. А через сутки приступим к процедуре варенья копчения. Ну, естественно, вначале будем варить, а потом коптить. Итак, друзья, увидимся через сутки. Итак, друзья, наш будущий варенок-копченый балычок обветрился. Очень хорошо, видите, он был такой розовый. А сейчас уже такая вот есть, ну, есть характерные следы обветривания. И приступим к первому этапу его приготовления. Это варка. Я взял кастрюлю, нагрел воду до 80 градусов. И в течение всей варки температура в кастрюле у меня должна быть 80 градусов. Для этого я буду использовать вот такой термометр, который крепится на бортик к кастрюле. Очень удобно. Ларис, поставь, пожалуйста. Теперь, чтобы в процессе варки нам не получить чудесный бульон, ну, то есть, чтобы не выварились все вкусовые вещества из нашего балычка, завернем его в стрейч-пленку хорошенько. Нам же не нужен бульон, нам нужен вкусный балык. Можно использовать вакуумный упаковщик и запаковать в вакуум. Даже лучше было бы запаковать в вакуум. Ну, у меня, если честно, достаточно дорогие вакуумные пакеты. Поэтому мы с Ларисой решили использовать стрейч. Я думаю, что таким образом мы тоже полностью защитим наш балычок от вываривания. Хорошенько завернем стрейч. Вот таким вот образом. Второй термометр. Я использую вот такой вот кулинарный термометр со щупом. Можно использовать обычный щуп для барбекю. Второй термометр мы помещаем вовнутрь нашего балычка. Для того, чтобы контролировать температуру в процессе варки. Нам надо его нагревать. Температура воды 80 градусов. И в воде мы его держим, пока внутри куска мяса температура не поднимется до 69-70 градусов, друзья. Сейчас вам покажем. Поместили наш балычок в кастрюльку. Температура сейчас 70 градусов. Сейчас поднимем до 80 и контролируем, чтобы она постоянно была 80 градусов. На дно кастрюльки положили вверх дном тарелочку, чтобы наш балычок не касался дна кастрюли. Потому что температура воды 80 градусов, а температура дна может быть значительно выше. И сверху тоже придавим его тарелочкой, для того, чтобы он погрузился немножко в воду. Чтобы не было часть мяса над водой. Итак, друзья, варим до достижения температуры внутри куска мяса 69-70 градусов. После этого продолжим. Друзья, я пока был занят в мастерской. Наше мясо сварилось. Лариса его достала. Мы им дали нашему балычку отдохнуть. Ну, не отдохнуть, вернее, а остыть где-то час. Ну, потому что горячее не развернешь. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну, оно проще было бы разрезать, но я боюсь повредить обвязку. Получилось у нас вот такая вот красота. Вообще, просто шикарнючий, шикарнючий балык. Пахнет потрясающе. Друзья, теперь его... Ну, сейчас обсушу салфеткой. Немножко, чтобы снять жидкость. Ну, практически нету, не попала вовнутрь жидкость. Кстати, вот я боялся, что через стрейч попадет туда вода, в которой он варится. Ничего не попало. Все хорошо. Теперь подвешиваем его на ночь просушиться и немножко обветриться. И завтра приступим к копчению, ко второму этапу. Дорогие друзья, наш балычок обветрился. И вот на следующий день, правда, хотел с утра, с утра не получилось. Уже фактически вечер. Будем его коптить. Помещаю его в коптильную камеру. И будем коптить его 5 часов при температуре 50 градусов. Вот такой вот режим копчения у меня будет. Сейчас я просто еще остальное мясо сюда повешу. И включу коптильную. Запустили коптильную. Камера наполняется дымком. И оставляем, друзья, коптиться при температуре 50 градусов. На автоматике я установил температуру 50 градусов на 5 часов. Через 5 часов достанем из коптильни. Посмотрим, что получилось. Друзья, наше мясо коптилось 5 часов. Достанем его. Вот такая вот красота здесь в коптильне сейчас. Достаем все. Собственно говоря, повесим его на ночь, чтобы оно отдохнуло в прохладном месте. А утром будем дегустировать, друзья. Ну что ж, друзья, наш варенокопченый балычок остыл. Очень классный запах. Я сейчас покажу вам поближе, как выглядит батончик. И после этого будем разрезать. Посмотрите, какая красота получилась. Просто идеально, я считаю. Варенокопченое вообще должно быть очень вкусное мясо. Сейчас попробуем. Ну что, друзья, разрежем. И посмотрим, что у нас получилось. О, похоже, получилось изумительно. Ну что, давайте, как обычно, разрез вначале. Видите, друзья, какой срез. Это вообще. Это шедевр. Надеюсь, оно такое же по вкусу. Ну что, друзья. В первую очередь расскажу про запах. Очень нежный запах. Отличается... Отличается от горячего копчения. Значительно вот в варенокопченом мясе. Значительно более нежный запах. Ну, надеюсь, что и вкус тоже. Мясо просто тает. Очень нежный вкус. Причем вот легкое копчение. Ну, вообще супер. Мне значительно больше нравится, чем просто горячего копчения, если честно. Вообще фантастика. Это просто фантастика. Итак, друзья. Варенокопченый балычок получился... Ну, это просто шедевр, а не мяско. Желаю, чтобы у вас получилось такое же. Пробуйте. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. Мы на все комментарии отвечаем. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.